Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Статья. Почему церковь накрыла бесовская волна грязни своих своими же? Когда на человека обрушивается именно раздраженная, озлобленная критика, а не попытка евангельского братолюбивого вразумления, братья, если и впадет человек в какое-то согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Галатам 6.1 Пенять человеку, который подвергся репрессиям и астракизму, мол, сам виноват, можно только при очень недалеком уме. Причину нужно искать в самой системе русской православной церкви. Люди прошли обучение в рамках системы, постоянно читая системную литературу, ЖМП, журнал Московской Патриархии, и публикации системы в интернете. Они долгие годы служили в системе, добились успеха в ней, и вот они сломались, в кавычках. И оказывается, это их вина, а идеальная великая система ни при чем. Рассказывать эти сказки неофитам, идеалистам и людям с мышлением средневековых холопов, попытаюсь ответить, каковы системные причины этой самогрызни и травли церкви. Какие выводы можно сделать? А выводы, которые напрашиваются сами, крайне печальны. Мы верной дорогой идем к своей очередной катастрофе. 1453-й, Стамбул, Византия. 1917-й, октябрь, скажется, 2117-й. Вопрос. Причина нашего миссионерского кризиса, который начался уже через 25 лет после начала возрождения, в 1988 году, просты. Господь начал закрывать большинство дверей в вагоны поезда с большой буквы, который снова мщится к очередной своей катастрофе. Вот святая икона. Кто-то за преподобный Аврааме Смоленске, один из первых талантливых русских проповедников, пострадавших от бездарных попов, невеж, взимающих в сан священство, готовых его по зависти пожрать живым. Преподобный Максим Грек, яркий пример таланта, пострадавшего от русской православной архиерейской бездарности, некомпетентности и глупости. Я хочу показать, откуда я это беру. Где-то у меня здесь, может быть, найдется где-то. А, нет, он уходит. А вот она. Миссионерский апологетический проект к истине. Почему церковь накрыла бесовская волна грязни своей? Ну, тут мелко. Я взял, скопировал и там считаю. Один к одному, до одной точки все перенеслось туда. Так что, тут это... Итак, какие системные причины этой грязни и травли в церкви? Накопление критической массы бездарей, некомпетентных людей за последние 30 лет, пришедших в церковь через семинарии по самым разнообразным мотивам, часто нечистым, но только не по призванию Бога. Эти люди разочарованы своим служением, не любят его и рады бы все бросить, но куда деться после 15-20 лет службы в церкви? Накопление за 30 лет в церкви критической массы парисеев. Доминирование сектантского мышления, мышление гетто, возрастающий тоталитаризм. Феномен Кураева. Раздражение лицемерных идеалистов и холопов. Отсутствие понимания системных проблем русской православной церкви. Лицемерие и некомпетентность епископата. И, наконец, возрождение, фактически клонирование за 30 лет бесплодного древа, в кавычках, даже еще более порочного, которое Господь начал рубить в 1917 году в России. Много ли вы знаете известных, популярных богословов, проповедников, миссионеров, которые бы не столкнулись с последней десятилетия либо с административными епископскими репрессиями, либо с ожесточенной критикой своей же братьей, переходящей в травлю? Под репрессивный епископский каток попали. Двоеточие. Протерей Павел Адельгейм в 2008-2010 годах был убит. Один из первых священников, выступивших против нарастающего правого беззакония, тоталитаризма и епископского феодализма в системе. Оставаясь в системе, он вполне успешно отражал ее репрессии. Егумер Петр Мещеринов его заставили заткнуть и перестать публично делиться мыслями в 2009 году. Умнейший пастырь, который первый в современной русской церкви начал задумываться о наших системных проблемах и проблемах, с которыми начинают сталкиваться люди после воцерковления и последующих 5-10 лет жизни в церкви. Ирей Максим Каскун первый популярный и полюбившийся людям священник-видеоблогер август 2013 года снят с настоятельства прихода, где начинал проповедь в сети. Интернет-проект на вопрос РУ ныне уничтожен. Протодьякон Андрей Кураев конец 2013 года, это когда на него нападали. Ему немало достается и от братолюбивой критики, в кавычках. Есть даже сборник статей «Неправославный миссионер» пододьякон Андрей Кураев. О феномене Кураева будет рассказано позже. Протеерей Всеволод Чаплин декабрь 2015 года. Яркая, неравнодушная личность, выделяющая в море поповской серости, точнее черноты, выделяющиеся, видимо, которая ревновала, ревнует сейчас о вере, о России, не боится думать и идти против мейнстрима. Чтобы говорить не то, что ожидает от тебя толпа, нужно большое мужество. И вот кто статью пишет, это большое мужество имеет человек. Протеерей Владимир Головин, начало 2018 года, провинциальный священник, который стал самым популярным пастором-видеоблогером. Две тысячи опубликованных видео за три года. Более 26 миллионов просмотров, которого простой народ не только с удовольствием слушал, но и желал увидеть вживую. Придумал, чем занять народ годами пассивно стоявший на службах. Молитвы по соглашению. Народу понравилось. Люди, которых наши священники приучили быть только потребителями церковных услуг, вдруг осознали, что они могут быть частью некой силы, могущей кому-то помогать, что их молитва может быть кому-то полезна. Готовы были даже оплачивать, восхитительный знак, чтобы им дали вместе со всеми помолиться. После полугода оголтелой беспрецедентной травли секты из сектоведов, Ара Цирс, его заставили заткнуться и понуждали уничтожить все его миссионерско-просветительские проекты. Два крупных видеоблога, Духовный маяк и Головин Болгарс, с многомиллионными просмотрами, два сайта, группы ВКонтакте, сейчас запрещен в служении, лишен сана на перхальном уровне. Дальше. Почему я рад за протеерея Владимира Головина и одобряю его выбор? Максим Степаненко. Протеерея Андрея Федосов, Киберпоп, июль 2018 года. Его заставили заткнуться, закрыть проект, видеоблог, Киберпоп, ТВ и страницу ВКонтакте, но, к счастью, не заставили уничтожить все его видеовыступления в духе чистопольского феодального тоталитаризма, как это случилось с Головиным. К травле приложили руку секта сектоведов. Олег Заев, новосибирский апологет, благодаря которому из сект вышли и вернулись в луна православия тысячи людей, в феврале 2019 года уволен из Новосибирска ИКЦ. После 25 лет службы церкви протеереям Александра Новопашина под репрессивный каток братолюбивой критики попали профессор Алексей Ильич Осипов, его умнейшего и самого орудированного человека в церкви, в масонском Галстуке, как Игнатий Лапкин зовет, в свое время единственного нелипого доктора богословия шквалом травили недоучки обвинениями в ереси. И, похоже, первыми спровоцировал эту антиеретическую истерию священник Данил Сысоев и компания. Даша Энтео и компания посвящается. Какая-то особая статья там была Максим Степаненко. Иерей Данил Сысоев, полагаю, просто не дожил до начала настоящей травли и не исключаю епископских репрессий. К концу 2009 года хор его оппонентов уже звонко пел, но затих после смерти. Протеерей Олег Стеняев, талантливый миссионер, апологет, проповедник, человек, который любит сектантов, которых он пытается привести ко Христу. Создатель одного из эффективных реабилитационных центров для пострадавших от сект. Его травлю начала и осуществляла практически только секта сектоведов в лице Александра Дворкина и Протеерея Александра Новопашина, которая терзала его с начала двухтысячных, но все обострилось в конце 2011 года. Он меня даже попрекал, что опубликовал ответ на критику Протеерея Олега Стеняева. Игнатий Тихонович Лапкин. Вторая половина 2015 года, начало 2016 года. Кто это и чем именит, можно прочитать ниже. К его травле приложила руку секта сектоведов. Статья называется «Чем мне интересен Игнатий Тихонович Лапкин?» Максим Степаненко. Ну и вот данная интернетная. Протеерея Андрея Ткачев, столкнувшись с репрессиями в Киеве в 2014 году, переехал в Россию, где быстро набрал популярность и после неоднозначного ответа на вопрос в феврале 2019 года был подвергнут критике, перешедшей в травлю. К его травле опять приложил руку глава секты сектоведов, то есть Дворкин. Можно ли уже начать считать травли на протоиерея Артемия Владимирова в нескольких критических статей на Ахилле в 2018 году, где его бывшее духовное щадо в условиях анонимности сливает факты его проблемного пастырского окормления? Можно ли уже начать считать травли на иерея Георгия Максимова все более и более возрастающее народное возмущение на него за то, что он решил хапнуть хайпа на критике вышеупомянутых людей? Ну, не знаю. Пока сыт и самодоволен только протоиерея Дмитрий Смирнов со своим весьма грамотно сделанным мультиблогом. Но давайте подождем. Сытый и самодовольный. Церковь коллег и ущербных. Чтобы понять происходящие закономерные процессы в церкви, нужно вспомнить пророческую притчу Господа. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, поставил раба своего сказать с баном, идите, и вы уже все готово. И начали все как бы сговорившись извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов, иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес осемь господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Лука 14, 16, 24. В почти аналогичной притче в Евангелии от Матфея указывается, что были приглашены вместо званых даже злые. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только знали. Нашли и злых, и добрых. Матфея 22, 10. Бог зовет в Царствие Небесное прежде всего не нищебродов и неудачников. Он зовет прежде социально успешных людей, элиту. Один купил землю, другой аж пять тракторов по нашим меркам, другой женился, полагаю, удачно. Но они не идут. Тогда Бог посылает всевозможных коллег. Почему-то люди думают, что если это Церковь Божия, то в ней все должны быть идеальны. Идеальные нравственные управленцы, идеальные священники, идеальные проповедники, миссионеры. Не говоря уже о том, что многие внутри самой Церкви меняют себя исключительно после получения сана. Но это большое заблуждение. Нищие певцы. 1873 год. Художник Виктор Васильцов. Умных, талантливых и успешных людей православной Церкви ничтожно мало. Каким чудом они к нам попадают, даже не знаю. Это несложно понять. По спискам авторов православной библиотеки предания из списков святцев Церкви около 2000 лет. В ней жили миллионы людей, а имен именитых церковных писателей на пару сотен. В святцах, если из них убрать мучеников, всего несколько тысяч имен. Церковь в прошлом и ныне, и в будущем это сборище ущербных, нищих, увечных, хромых и слепых. Чтобы правильно оценивать слова и поведение себя самого и других Церкви, нашу общую реальную ущербность это нужно понимать. Об этом толкует нам апостол Павел. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. 2 Коринфянам 4.7 Собственно, послание к Коринфянам темы человеческой немощи при служении Богу раскрывает вполне ясно. Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. И немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить и сильное. И незнатное миро, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Господом. 1 Коринфянам 1.26.28 Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 2 Коринфянам 12.9. Ибо хотя он распад в немощи, но жив силою Божией, и мы также, хотя немощи в нем, но будем живы с ним силою Божией у вас. 2 Коринфянам 13.4. Господь пришел в скотомогильник Максим Степаненко. Итак, почему русскую православную церковь накрыла бесовская волна ожесточенной грязни своих своими же? Именно грязни, травли, ожесточенной критики с одлажатством епископскими репрессиями. Накопление в сверке до критической массы количества фарисеев, бездарей, некомпетентных людей, не любящих свое дело. Хотя объединил в этой главе фарисеев, некомпетентных людей, бездарей, их следует различать. Некомпетентным может быть любой человек при отсутствии недостаточности знаний и опыта. Усердная учеба и практика некомпетентность преодолевается. Применительных церкви некомпетентными можно назвать неофитов, выпускников семинарий, только что рукоположенных священнослужителей. Можно говорить о почти тотальной некомпетентности нашего епископата относительно менеджмента, управления персоналом, психологией, управления в управлении собственным временем, тайм-менеджмент и так далее. Все это полноценно не изучается в семинариях. Этого не обучают и не принуждают обучаться только что рукоположенных епископов. Вы слышали о курсах повышения и управления квалификации для епископата при наших академиях. Собственно, управляющая некомпетентность епископата, не умение управлять людьми и подбирать кадры, лежит в основе практических всех церковных проблем. И в первую очередь в том, что рассматривается в предлагаемой статье бездарья. Это люди, лишенные таланта, высшего мастерства в том деле, которым они занимаются. Талант – это способность достичь наивысшего мастерства совершенства в том или ином деле. К сожалению, бездарность, в отличие от некомпетентности, практически невозможно восполнить в эсферной учебой и трудом. Последним, конечно, можно серьезно нивелировать бездарность, но высшего мастерства не достичь. Это происходит от того, что чаще всего бездарность определяется природой, ну, как, например, умение петь, исполнять музыку, танцевать. Близорухий не станет хорошим стрелком, коротышка – баскетболистом, астеник – культуристом. В церкви есть бездарность, вызванная тем, что Бог не дал дар человеку. Эта бездарность не бывает абсолютной. Один дар – талант. Святой Дух обязательно дает человеку через миропомазание. При этом дополнительные дары можно просить у Бога. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. А одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания. Тем же Духом. Иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному щедотворения, иному пророчества, иному разрешения Духов, иному языки разное, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудотейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Сели апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший, то есть путь любви. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры, умеешь ли служение, имеешь ли, пребывай в служении, учитель, в учительстве, увещатель, в увещании, раздаватель, ли, раздевай простоте, начальник ли, начальство и сусердие, благотворитель ли, благотвори с радушием, рим. 12.6.8. Большой бедой в церкви является заблуждение, что рукоположение в тот или иной священный сан дает увеличить человеку компетентность, ум, дополнительные способности, или сможем исправить уже имеющиеся нравственные пороки. Увы, дурак останется таковым после рукоположения, только это будет рукоположенный дурак, мящий, что сам наделил его совершенством. Садомитом рукоположенный садомит так и останется садомитом, блудник блудником. Сколько трагедий это заблуждение вызывало, вызывает и будет вызывать. Если бы эти люди считали апостола Павла, священный сан нужно выбирать не мальчика, повручившегося четыре года в семинарии и столько же в академии, а временем проверенного талантливого высоконравственного мужа старше тридцати лет по жизни и делам, по семье которого всем восклицательны знаки. Понятно, что в нем живет Святой Дух. И епископ должен быть не порочен, а одной жены муж трезвый, целомудренный, благочереден, честен, странно любив, учителен, не пьяница, не бийца, не сворлив, но не коростолюбив, но тихмиролюбив, не сребролюбив, там коростолюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий, послушание со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли посещать церкви Божией, пищись, заботиться. 1 Тимофея 3, 2, 5, глаза застилает, плохо вижу. Как вы понимаете, вся система религиозного образования в православной церкви работает на то, что церковь умышленно наполняется потоком бездарей. 4 года проучили, куда его делать-то? Рукополагать. А дал ли ему Бог талантом для служения, никому не интересно. К слову, рукоположение не исцелит олигофрению, шизофрению или иное психиатрическое заболевание, например, эпилепсию. Итак, бездарность в той или иной сфере вызвана тем, что в силу обстоятельств человек начинает заниматься делом, к которому он не расположен. Или даже ему изначально неприятно. Например, он историк, а его некий авторитет принудил заниматься, понудил сектом видением. Это трагедия в нашей церкви, когда авторитеты, мнящие себя духовицами от ветра своей головы, понуждают людей становиться монахами, священниками. Или мама за ручку приводит юношу в семинарию. Пусть его научат, Майковский говорит. Бывает, что и сам человек с дури решает, что он обязательно должен заниматься святым делом. Именно последний вид бездарности является самой большой проблемой и в обществе, и в церкви. Такие бездары, люди, оказывающиеся не на своем месте, всегда некомпетенты, они никогда не достигают совершенства в работе, и хуже того. Они становятся самыми натуральными вредителями в коллективах. Хотя на первых порах они могут достигать неких успехов, подсчиславия и зависти, о ней подробно позже. Со временем такие бездары начинают испытывать неприязнь к своей работе, это служение, это и даже ненависть. Скажите, человек, который не любит свое дело, достигнет в нем совершенства? Никогда. у них формируется хронический профессиональный невроз, для которого характерны такие детали. зависть и формирование неприязни, часто лютой и талантливым коллегам, которые занимаются делом с любовью, и оно приносит им радость. Именно зависть бездарей в церкви порождает не только ссоры, но предательство ближних и даже Бога. Ибо где зависть и своживость, там не устройство и все худое. Яков 3.16 Ибо знал, что предали его из зависти. Матфея 27.18 Пилат Ибо знал, что предали его из зависти. Матфея 27.18 Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Марка 15.10 Вы не думайте, что Господь пересчислит порождаемое порочным сердцем случайно, за завистью поставил богохульство, гордость и безумие, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое локо, богохульство, гордость, безумство. Марка 7.22 Первосвященник же из них все принадлежащие кереси судутейской исполнили зависти. Деяние 5.17 Ну и иудеи, увидев народ, исполнили зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Деяние 13.45 5.17 что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человеческому по-обычу поступаете. 1.17 3.17 3.17 Именно эти бездари становятся едкой кислотой, которая вытравливает из коллективов, из приходов епархии таланты и оставляет в них подобную им бездарную серость. Впрочем, серость, которая оставляет вокруг себя бездарь начальник, намного хуже его самого. Почему? Глупец чувствует себя умным на фоне полных дураков. В таком случае коллективы, предприятия, приходы, епархии приходят в полный упадок. Подобные бездари могут иметь награды, премии, высокие зарплаты, звания, высокие саны, научные степени. Это совершенно ничего не значит. Более того, таких бездарь награждают часто и еще с большим усердием. почему? Потому что везде, куда-нибудь к ней основная масса работников это бездарь, люди на своем месте, не любящие свою работу. Если их не манить морковкой высоких зарплат или наград, они вообще еле ходить будут. Это талант не нужно подгонять деньгами и наградами. Для них их работа это радость. Как в таких случаях понять, где бездарь, а где талант? Очень простите. Просто. Талант определяется по наличию талантливых учеников, по наличию, например, научной школы. Бездарь, будучи невротиком, не любящим свое занятие, психологически не может в себе привлечь людей, которые имеют таланты. любят свое дело, будучи еще и завистливыми, а не подсознательно или я, но прямо или косвенно могут просто вредить молодым талантам. Бездарь в церкви всегда плохие миссионеры и проповедники. Они неинтересны людям, неинтересны их проповеди. Куда-то улетело. Не знаю, тут нет Бездарь. Вот это сейчас, кажется, тут мы и считаем церковь. Где же тут у меня есть коллектив? Формируется хронический профессиональный невроз. Именно зависть бездарь в церкви порождает не только ссоры, но и предательство ближних и даже Бога. Ибо где зависть и сводливость, там не устроится и все худое. Ну и дальше предали зависть, это я уже прочитал. Глупец чувствует себя умным на фоне полных дураков. В таком случае коллективы, предприятия, прихода епархии приходят в полный упадок. Подобные бездарь могут иметь награды, премии, высокие зарплаты, звания, высокие саны, научной степени. Это совершенно ничего не значит. Более того, таких бездарь награждают счастлив с еще большим усердием. Почему? Потому что везде, куда ни ткни, основная масса работников это бездарь, люди не на своем месте, не любящие свою работу. Если их не манить морковкой высоких зарплат или наград, они вообще еле ходить будут. Это талантов не нужно подгонять деньгами и наградами. Для них их работа, их радость. Как в таких случаях понять, где бездарь, а где талант? Очень просто. Наличие учеников от обогат этого. Вот. Чтобы поднять КПД бездарей в церкви, приведу следующую арифметику. Если принять, что один даровитый человек в парихиальном отделе, который состоит только из него же самого обычного отдела в РПСМП, выполняет работу на 100%, то три бездаря, пришедшие после него в отдел, будут выполнять не более 0,5%, а того, что делал даровитый человек. Не процент, а полпроцента. Чтобы понять, как ведут себя бездарей в церкви, рекомендую прочитать вот этот материал «На смерть сектоведения в России», в Русско-Православной церкви. Максим Степаненко. Фарисейство это особый род бездарности, духовной бездарности. Неведение действия Божия Духа в людях и событиях фактически это болезнь духовной слепоты, поражающая успешных религиозных профессионалов. В каких случаях это происходит? Дело в том, что религиозное мышление, как таковое, всегда шаблонно. Мыслить шаблонно совсем неплохо во многих случаях. Это позволяет при правильном шаблоне должностных инструкций ГОСТ, военном уставе, ФГОСТ и тому подобное принимать правильное решение быстро. Еще лучше, когда шаблоны поведения даны человеком от Бога. Вас прокляли? Ужас! Что делать? Бежать к бабке? Опять родовое проклятие? Поставить 40 свящей в церкви? Позвонить священнику в 2 часа ночи и попросить помолиться? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворитель ненавидящих вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5,44 В очередь, чем древнее религиозная традиция, тем больше они обрастают шаблонами человеческими, преданиями старцев. И вот все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, и там немного. Исайя 28,10 Которая по лицомерию глупости или привычки начинает принимать за божественные шаблоны поведения, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Фарисеи, люди, которые человеческие шаблоны предания стартов, пытаются втиснуть в деянии уже самого Бога. Хуже того, фарисеи за неисполнение человеческих шаблонов предания старцев готовы уже убивать не только грешников, но и пророков и даже сына царя Бога, который не втискивается в их предания старцев человеческие в рамки мышления шаблоны. Они начают воспринимать так, как Вильзевула и пытаются убить, а то и в том числе и через расправу над людьми, которые выполняют совершенно и шаблонную Божию волю. Может быть прервать сколько время уже насчитываем? 36 минут. Да, по-моему, хватит. Все-то я уже спотыкаюсь. Все, наверное, на этом.